Добрый день дорогие друзья, с вами Торнадо. И сегодня, несмотря на плохую погоду, мы будем играть в МГС. Понеслась. Тема этого видео станет построение так называемого фэнфилда. Это когда все порталы линкуются на один опорник и каждый портал затем линкуется назад от дальнего к ближнему. Как его только не называют. Корона, вложенка, innerfields, nested fields и так далее. Мы же будем называть его просто фэнфилд. Данная схема особо примечательна тем, что позволяет даже на небольшом свободном участке выделить свою зону, задействовать в ней все порталы и максимально эффективно накрыть эту зону полями в несколько слоев. Это позволяет максимизировать прирост опыта, а также неплохо прокачать медальку майнд контроллера для особо страждущих, а иногда даже иллюминатора тем, кому не лень далеко ходить. В этом видео я наглядно продемонстрирую, как происходит элементарное планирование фэнфилда и его линковка в реальном времени. Но также не забудем добавить немного схемы расчетов. Начинаем мы с того, что выбираем так называемый опорный портал или якорь, а также зону охвата. От якоря мы выфармливаем столько ключей, сколько порталов задействовано в фэнфилде. У нас порталов будет 21, поэтому чтобы выфармить 21 ключ от опорного портала, я вначале вставляю туда равный мультихак, получая 12 хаков до перегрева, прохакиваю его, для скорости взлома оставив его первого уровня, а затем я вставлю туда любой радиатор в зависимости от того, сколько у меня в запасе времени и сброшу таким образом бернаут. Заботьтесь о наших агентах, напоминаю, что длительное нахождение на холоде может негативно сказаться на здоровье, поэтому следует заранее позаботиться о месте, где можно согреться или хотя бы о термосе с горячим чаем и тёплых вещах. Берегите себя. Ключи выфармлены, и я приступаю к первичной линковке на опорник. Это необходимо для того, чтобы не запутаться при линковке и к какому порталу следующему идти. Также возьмём на заметку начальное количество опыта и созданных полей, чтобы было с чем сравнивать после построения фэнфилда. Продолжение следует... В данном случае я решил идти по часовой стрелке, потому передо мной теперь стоит задача выфармить от каждого портала нужное количество ключей, чтобы в самый ответственный момент не пришлось бегать лишний раз туда-сюда и не терять время. Поэтому окунёмся немного в теорию. Итак, перед нами скелет нашего фэнфилда. Для того, чтобы сделать правильную линковку, нам нужно определённое количество ключей от каждого портала, и сейчас мы будем считать эти самые ключи. Для примера возьмём самый первый портал на нашем плане. Он будет слева, так как идти мы будем, как уже говорилось, по часовой стрелке. Мы выбираем все доступные от него порталы. Их всего один. Соответственно, ключ от этого портала нужен будет всего один. Идём дальше. На следующей точке нам доступно уже три портала. Ключей нужно будет три. По аналогии переходим к следующему порталу и так далее. Однако, как только при поиске порталов мы находим тот, который линкуется на любую из предыдущих тому, для которого мы подсчитываем ключи, подсчёт мы прекращаем. Наглядно это видно вот здесь. Этот портал линкуется на предыдущий тому, для которого мы считаем ключи, потому порталы далее справа мы уже не учитываем. Таким образом, по аналогии, мы находим нужное количество ключей для каждого портала, что позволит нам в один проход провести правильную линковку фэнфилда. В принципе, если бы мы решили идти против часовой стрелки, мы произвели бы ту же операцию зеркально. Также следует напомнить, что иногда такой тщательный подход к подсчёту ключей не является необходимым, если порталов задействовано немного или порядок линковки уж слишком очевиден. В этом случае достаточно будет иметь по 3-4 ключа от порталов, стоящих выше остальных, чтобы не ошибиться. Здесь же такой наглядный просчёт используется чисто в образовательных целях. Во время фарма ключей стоит помнить, что вести будет не всегда, иногда ключи вообще не будут выпадать, не говоря уже о том, чтобы их падало 2 или 3. Поэтому облегчать задачу можно с помощью радиаторов, моментально сбрасывая кулдаун хака. Особенно это выгодно тогда, когда времени в обрез или когда ключей нужно много и сразу. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь главное не ошибиться. Выформив ключи и приступив к линковке, мысленно напивая «всё идёт по плану», я вижу, как вылетают резонаторы. Проезжавший рядом на машине онлайт решил пострелять по моим порталам. Я, очертя голову, бросился восстанавливать резонаторы, чтобы не потерять линки на опорник. Благо, ни один из порталов не был повреждён критически и линковка продолжилась. Спустя некоторое время онлайт продолжил стрелять и мне снова пришлось основательно побегать, укрепив некоторые порталы аксами и параллельно отыскивая выбитые слоты для резонаторов. И за всей этой беготни я запоздал и понял, что от второго по счёту портала мне не хватает одного. Ключа. Идти к нему пришлось бы всё равно, так как там было выбито и несколько резонаторов. К счастью, через несколько минут огонь прекратился и я смог спокойно продолжить выполнение плана. Вот пробрасываются последние линки и наконец фэнфилд на 21 портал построен. Напоследок оцениваем количество полученного опыта из созданных контрольных полей. Фух. Времени ушло всего ничего, только голова чуть кружится. Спасибо онлайтам за вмешательство в операцию. И спасибо вам, дорогие зрители, что болели со мной до конца. С вами был Торнадо. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok